Книга «Открытым оком», том 19, вопрос 3322, тема «Молитва». У Ефрема Сирина есть много молитв для всех слоев населения. Для матери, потерявшей дитя, для дитя, потерявшему родители и другие. А есть ли такие молитвы, которые должны читать священники, чтобы в этих молитвах упоминалось о том, что им нужно учить народ по Слову Божию, по Библии, а не по выдумкам человеческим? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Молитвы должны не только читаться, а исходить из сердца. Слово «Библия» в этих молитвах не упоминается, но говорится о Евангелии, о Слове Божьем, о Писании, что означает о Библии. «Кто этой молитвой будет молиться, тому покой не обещан, того будут презирать свои же попы-собратья, если этот священнослужитель будет поступать согласно своему молению. Господи Иисусе Христе, Боже, Спаситель мой, Архиерей Вечный, приобретший вечное искупление верующих в Тебя, принесший себя на кресте в жертву вечному правосудию, в удовлетворение за грехи человеческого рода, вошедшие в небесное освятилище с кровью своей и осветившей единократным приношением своим последователей своих. Пастыри-начальник, поставляющий промыслом своим и благодатью Духа Всесвятого, пастыри и учителей, пасти церковь, которую Ты стяжал кровью своей, удостоившей и меня недостойнейшего великой благодати священства, благоговеяне пред непостижимыми судьбами премудрости Твоей, по которым Ты столь высоким достоинством почтил перстного человека, тогда как ни Херувимы, ни Серафимы, ни все ангельские силы недостаточны были к понесению столь великого звания. Повергаюсь пред величием человеколюбия Твоего и всею крепостью души и сердца моего умоляю любвеобильную благость Твою. Соделай меня беспорочным служителем церкви Твоей, неукоризненным пастырем стада Твоего, верным строителем тайн Твоих. Соблюди меня от беспечности и нерадения лукавого раба, сокрывшего в земле талант Твой. Даруй мне благодать беззазорно проходить добрую службу Твоего воина. Быть неусыпным стражем Твоего дома, не допускай меня до корыстолюбия, зависти, гнева, сварлива пьянства, чтобы обличение совести моей внутренним свидетельством о моем недостоинстве не охлаждали в устах моих животворных слов Твоего учения. Чтобы я никому не полагал своей жизнью притыкания и соблазна, не осквернял собою святыни Твоей, не разрушал завета Твоего, чтобы никто не порицал веренного мне Тобою служения, и не сделался я петлею на пагубу овец Твоих и сетью к их погибели. Искорени из сердца моего всякое надмение и гордость, чтобы я, возмечтав о себе, не подвергся одинаковому с дьяволом осуждению. Располяй меня ревностью всеусильно искать царствие и правды Твоей и утверди меня в несомненной вере, что, когда я буду трудиться единственно для славы имени Твоего, то, смотря по усердию моему, Ты благословишь меня так, что все необходимое к поддержанию временного моего состояния будет неспослано мне Твоим провидением. Научи меня стяжать заповеданную Тобую мудрость, насади в сердце моем незлобе, умудри меня так управлять домом моим. Чтобы благопокорность, целомудрие и благочестие моих домашних представляла посомы мною образец христианского домоправления. Согрей сердце мое страннолюбием, даруй мне благодать любить одно добро, быть целомудренным, миролюбивым, кротким, справедливым, бескорыстным, благочестивым, воздержным, трезвым, приветливым ко всем. Убегать юношеский похоть и подвязаться в служение церкви Твоей с совершенной уверенностью, что действую по воле Твоей. Чтобы я не так подвязался, что только воздух бить, но чтобы сердце мое всецело было проникнуто истинами Евангелия Твоего, чтобы я был ревностнейшим исполнителем заповедей Твоих, стараясь поработить тело свою духу моему, чтобы не остаться мне вне царствия Твоего, которое другим благовествует. Умудри меня во всем быть рабом Твоим, терпеливым в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, в трудах, в постах. Укрепи меня силою Твоею, чтобы, если того потребует долг мой, благодушно я мог переносить гонения, раны, заключения в темницах и всегда действовать с чистотою, благоразумием, добротою, с Духом Святым, с нелицемерным желанием добра всем и каждому. Христос Спаситель, премудрость, искупление, праведность и освящение человеков. Распали меня Твоею любовью, чтобы я умственную молитвою и воздыханиями постоянно воспламенял в себе дар, данный мне посредством архиерейского рукоположения, сей драгоценный залог Доха Святого, живущий во мне, чтобы я, укрепляясь в благодати Твоей, всемирно старался успевать в праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, постоянно вникал в себя и в учение Твое, прилежно, как алчущий Твоей праведности, питался истинами Евангелия Твоего, занимался чтением душеспасительных книг, упражнялся в добрых делах, постоянно держался преподанного Церковью на чертания здравого учения. Подвязался добрым подвигам веры, сохранял ее в непорочности сердца и доброй совести всеми силами, стремился к вечной жизни, не забывал, что только тот, кто учит и сам творит проповедуемое им учение, достоин Царствия Твоего, чтобы я для руководствуемых мною был образцом в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте. Подавал собою наставляемым пример в добрых делах, чистоту в учительстве и степенность в обхождении, чтобы я верно преподавал им Слово Твоей истины, учение здравое, незазорное, любил их со всею искренностью от чистого сердца и нелицемерной веры, держался правды, любви и мира со всеми, призывающими присвятое имя Твое. Умудри меня в проповедании Слова Твоего быть настойчивым, угрожать строптивым и увещевать их со всяким долготерпением и назиданием, скротостью обличать противящихся евангельскому учению и при всем том возлагать свое все упование мое в их исправлении на вседействующую благодать Твою, могущую обратить заблудших на путь покаяния, привести их к познанию истины, освободить их от сетей дьявола, который уловил их в свою волю. Пошли мне, мирно, приличную служителю Евангелия Твоего, мудрость, чтобы ее содействием я мог пленять людей в послушании веры Твоей, но не вступал ни с кем в такие словопрения, которые не служат к пользе, а ведут только к ожесточению в заблуждении и расстройству в общежитии, чтобы я уклонялся от пустых споров с людьми, поврежденного вольномыслием ума, чуждыми истины, не внимал басням, состязаниям и безрассудным прикословиям еретиков и лжеучителей, пометуя, что раб Твой ни с кем не должен ссориться. О, премилосердный Спаситель, руководи меня Твоей благодатью, наставляй, как обращаться и действовать в Церковь Святой, которую Ты поставил во утверждение истины Твоей. Возбуждай меня осмотрительную, благоразумную ревностью к распространению славы Святого имени Твоего, к искоренению в посомах мною беззаконий и предрассудков, к предохранению их от лжеучителей, к предостережению от путей порока. Даруй мне помнить, что веренные мне люди суть овцы стада Твоего, купленные безценною Твоею кровью. Умудри меня, Господи, как поддерживать слабых в исполнении Твоих заповедей, как врачевать недугующих греховными болезнями, как перевязывать словом Твоим душевные раны, причиняемые верующим плотью, миром и дьяволом, как возвращать в ограду церкви Твоей блуждающих по дебрям ереси и расколов, как отыскивать загнанных соблазнами в степи беззакония, как спасать низвергающихся по неверию и легкомыслию в пропасти погибельные. Не приставай, Господи, озарять меня Твоею мудростью, чтобы я мог научить людей Твоих последовать всему, что благоугодно пред очами Твоими, и избегать всего, что противно закону Твоему, побуждать их к твердому пребыванию в вере Твоей и соблюдению постановлений Святой Церкви, чтобы я умел отличать святое от нечистого и преступного, различать исцелимую греховную проказу от неисцельной, разузнавать простительные грехи и смертные, судить совести по слову Твоему и постановлениям Церкви Святой своевременно объявлять им свободу от греховного рабства и сторгать их из неволи пагубных навыков, чтобы не погибли вверенные мне Тобою души от моего невежества. Но садилай меня орудием их спасения, отверзи им ум и сердце к уразумению слова Твоего, даруй им Духа при мудрости откровения к познанию Тебя, просвети их душевные очи, чтобы познали они, в чем состоит надежда, призывания Твоего, как богато славное наследие Твое для святых, как превосходно величие могущества Твоего, верующих по действию держанной силы Твоей. Вселись, веруй, в сердце их и утверди их в любви Твоей, да всегда пылают сердца их превышающую разум Твоею любовью. Единый, святой и праведный, удостой меня без осуждения предстоять пред лицом славы Твоей, иметь неукоризненный доступ к святому жертвеннику Твоему, приступать с чистой совестью к таинственной трапезе Твоей, совершать сокрушенным и смиренным духом с благоговеянием и пламенной любовью к Тебе спасительные таинства Твои. Возносить бескромную жертву Твое прощение моих грехов и народа Твоего, не отвергая от слуха Твоего молений моих, но принимай с благоволением на пренебесный мысленный Твой жертвенник молитвы, прошения и благодарения мои за Церковь Твою, за всех, состоящих во власти и начальствующих, за весь род человеческий, а преимущественно за тех, которых душевное спасение вверено мне Твоим промыслам. Прости все грехи и поступки их, избавь их от всякой скорби, бедствия и гнева Твоего, охраняй души и тела их святыми Твоими ангелами, соблюдай их супружество в единодушии, возвращай содействию в воспитании детей их, наполняй их домы всякими благами и обилием, научи целомудрию и святыне девицы юношей Твоею благодатью, сохраняй супружество в вере, единомыслие и непорочности, подкрепляй преклонных летами, питай Твоим промыслом нищих, услаждай горести скорбящих, исцеляй недужных, обращай на путь покаяния согрешающих, сохрани от потопления плавающих по рекам и морям, сопровождая путешествующих, избавь сию и все страны мира от засухи, зноя, наводнения, от голода и моровой язвы, от летворных ветров и землетрясений, спасай людей Твоих от огня, меча, нашествия врагов и междоусобной брани, и злей на весь мир Твой, преимущественно же на страну сию, богатую Твою милость, благослови ее жителей от тока земного и от росы небесной, придирай на их труды и занятия Твоим благоволением, не спошли им благорастворение воздуха, оплодотворяй их нивы и пажити, и все прошения их, которые им на пользу, исполняй Твоим всемогуществом, приведи в познание истины, и совокупи со святою Твоею церковью, блуждающих по стремнинам ереси и расколов, привлеки к ней всех людей, весь род человеческий, распространи, утверди и возвысь благодатное царство Твое в мире сём. Да всеми народами и языками, как бы одним сердцем и устами, и на земле, и как на небесах, прославляется великолепное имя Твое, Христос Спаситель, с безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом Твоим до скончания мира. Аминь. Третье царство, 8-29. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь на сие место, о котором Ты сказал, моё имя будет там. Услышь молитву, которую будет, которую будет молиться раб Твой на месте сём. Римлянам, 8-26. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Колоссянам, 1-9. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Молодой францисканец безмолвно сидит, Объятый бесовским волненьем. Он книгу читает, он в книге чертит, и ум его полон сомненьем. И кажется, тесная келья ему, унылий и угрюмее гроба, и скучно, и страшно ему одному, в груди подымается злоба. Он мало прожил, мало знает он свет, но чудный знает предания о страшных влияниях могучих планет, о тайнах всего мироздания. Но всё опостылило в жизни ему без горя и радостей света. Так в небе, внезапно прорезавши тьму, мелькает золотая комета. И после себя, не оставив следа, в пространстве небес исчезает. Так полная сил молодая душа бесплодно в стенах изнывает. Молодой францисканец безмолвно сидит, главу уронивший на руки. Он книгу отбросил и в ней не чертит, исполнен отчаянной муки. «Нет, полно!» вскричал он. «Начну жить!» «Без радости жизнь да не вянет!» «Пускай замолчит моей грусти змея, и сердце мне грызть перестанет!» «Бегу из монашеских душных я стен, как вор проберусь на волю, и больше, о нет, не сменяю на плен свободную новую долю». Суров инквизитор великий сидит, теснятся кругом кардиналы, и юный преступник пред ними стоит, свершивший проступок немалый. Он бегство затеял из монастыря, и пойман был явной уликой, но сердцем свободным, отвагой горя. Стоит он бесстрашный, великий. Вот он пред собранием ведет свою речь, и судьи, смутясь, смутясь, оробеют, и стража хватается гневно за меч, и сам инквизитор бледнеет. Судить меня смеют, и кто же? Рабы, прислужники римского папы, надменно и дерзко решают судьбы того, кто попался им в лапы. Ну что ж, осудите меня на костер, хвалитесь мощью своею, но знайте, что мой не померкнется взор, что я не склоню свою шею, и смерть моя новых бойцов привлечет, сообщников дерзких, могучих. Нас станет и вашим несчастьем черед, над вами сбираются тучи. Я слышал, в далеких германских лесах, где все еще глухо и дико, поднялся один благородный монах, правдивою злобой великий. Любовью к жизни в нем сердце горит, он юности ведает цену, блаженство небес он людям не сулит. Земному блаженству в замену, а вы, ваше время давно отошло, любви не вернете народа, да здравствует свет, разгоняющий зло, да здравствует наша свобода, прощайте, бесстрашно на казнь я иду, над жизнью моею вы вольны, но речи от сердца сдержать не могу, пускай ею вы недовольны. 1902 или 1903 тифлис Николай Гумилев.